Ас-саляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди Пророк, мир ему, благословение Аллаха, образцовый пример дома и в жизни. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища. И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да, благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, могущественный и величественный Аллах избрал своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сделал его превыше всего творения. Так, он раскрыл его грудь, возвысил его положение, возвеличил его упоминание и наделил его всеми качествами человеческого совершенства. Поэтому Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, был человеком самой совершенной морали, добрейшей души, чистейшего сердца, возвышеннейшей мысли и лучшего обращения. Всевышний Аллах говорит, «Во истину твой нрав превосходен». Кто размышляет о жизни нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обнаруживает, что он действительно был наилучшим примером для всего человечества. Аллах Свет, Он и Велик, говорит, «Ла кади кана лакум фи Расули ляхи усватун хасанатулли манкана юрджу Аллаха вальяума аль-Ахира вадакар Аллаха кафира». Посланник Аллаха, образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха. Он был лучшим из мужей, лучшим из отцов и лучшим из дедушек. Ведом, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Лучший из вас, тот, кто лучший для своей семьи, я лучший из вас отношением к своей семье». Как приятно рассматривать некоторые из манер Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, дома, а также показывает его хорошее отношение к своей семье. Вот его жена, госпожа Хадиджа, да будет доволен ей Аллах, описывает его, говоря ему, «Ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабому и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также сохранил завет перед ней после ее смерти. Например, одна старая женщина приходила к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, которые оказывали ей почет и хорошее гостеприимство. А когда Аиша, да будет доволен ей Аллах, спросила его о том, зачем он так хорошо обходится с этой старой женщиной, он сказал, она приходила к нам во время на Хадиджи. Поистине, хорошее взаимоотношение и проявление уважения к тем, кого любят, от веры. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о матери правоверной Хадидже, «Лучше, чем она, Аллах, Велик Он и Мощен, не заменил мне ее. Она уверовала в меня, когда люди отвергли меня. Она поверила мне, когда люди сочли меня льжицом. Она поддержала меня своим богатством, когда люди отказали мне. Могучий и великий Аллах подарил мне от нее сына, лишив меня сынов от других жен». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, очень часто помогал своей семье, передается от Аиши, да будет доволен ей Аллах. Он сам защивал свою одежду, чинил свою обувь и занимался дома тем же, чем занимаются мужчины в своих домах. А когда спросили Аишу, да будет довольна ей Аллах, чем занимался пророк, да благословите его Аллах и приветствует у себя дома, она ответила, он часто помогал какой-нибудь из своих жен в работе по дому, а с наступлением временной молитвы, выходи на молитву. Скорее, наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, заботился о том, чтобы порадовать свою семью, посвящая ей время, иногда по ночам он выходил с госпожей Аиши, да будет довольна ей Аллах, и поговорил с ними. Дочери пророка, да благословите его Аллах и приветствует, приобрели великую долю его доброты и щедрости. Каждый раз, когда госпожа Фатума, да будет довольна ей Аллах, заходила к посланнику Аллаха, он шел к ней навстречу, ее целовал и сажал на свое место. Когда же посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, заходил к Фатуме, она поднималась со своего места, подходила к нему, его целовала и уступала ему свое место. Аиша, да будет довольна ей Аллах, сказала, как-то раз, когда все мы, жены пророка, да благословите его Аллах и приветствует, находились у него, пришла Фатума, да будет довольна ей Аллах, походка которой ничем не отличалась от походки посланника Аллаха. Увидев дочь, пророк, да благословите его Аллах и приветствует, поприветствовали ее и сказал, добро пожаловать моей дочери, потом усадили ее рядом с собой. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был лучшим дедушкой по отношению к своим внукам. Нежно и ласково относился к ним и сочувствовал им. Однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал проповедь, увидел, что к нему идут спотыкаясь господа Аль-Хасан и Аль-Хусейн в красных рубашках. Он, мир и ему, благословение Аллаха, спустился с мембара, обнял их и сопроводил их к мембару. Более этого, однажды пророк, мир и ему, благословение Аллаха, увидел Аль-Хусейна. Играющего с другими детьми на дороге. Посланник Аллаха стал перед ними и протянул свою руку, и Аль-Хусейн стал бегать туда и сюда. Посланник Аллаха стал смещить его, а затем поцеловали его, говоря, Аль-Хусейн от меня и я от Аль-Хусейна. Пусть Аллах любит того, кто любит Аль-Хусейна. Однажды пророк, мир и ему, благословение Аллаха, провел молитву с людьми. Его внучка, госпожа Умама, да будет довольнее Аллах, пришла к нему. Он держал ее на руках, когда стоял, и клал ее на землю, когда совершал земной поклон. Кроме этого, пророк, мир и ему, благословение Аллаха, играл Зайна, дочерью своей жены, госпожи Умусалами, да будет довольнее Аллах, ласково и неоднократно повторяя, о Зайна, о Зуайни. Как же нам нужно следовать примеру нашего пророка, да благословить его Аллах и приветствует, и подражать ему во всех делах его жизни, ибо умер ему, благословение Аллаха, был самым милосердным из людей к творению, самым щедрым, самым правдивым, самым справедливым и самым смелым. Ведь следование его примеру и подражание ему – одно из доказательств нашей любви к нему. В Священном Коране говорится, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда Аллах возлюбит вас и простит вам все ваши грехи». Ведь Аллах прощающий и милосердный. О Аллах, дай нам хорошо следовать примеру твоего пророка, да благословить его Аллах и приветствует. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.